Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового! И сегодня мы на моем канале вместе с Ники! Всем привет! Будем делать распаковку и сравнение сладких адвент календарей. Просто Лиса знала меня звать именно на такую распаковку адвент календарей, потому что я сейчас на похудении, и это как раз то, что мне нужно, да! Какой ужас! Тебе придется, наверное, очень сильно страдать, потому что у нас буквально тут самые вкусные адвент календари. Адвент календарь киндер, все это из Германии, шоколад безумно вкусный, безумно свежий, должен быть по идее. Шоколад также Милка и, естественно, просто Линд. Нет, я не знаю такой шоколад. Ты не знаешь Линд? Нет. О, для меня тогда еще интереснее будет посмотреть на твою реакцию, потому что это считается самый лучший шоколад в мире, самый вкусный, самый дорогой. Эти конфеты безумно крутые на полном серьезе, так что... Просто, возможно, это связано с тем, что я как бы шоколадом стараюсь не интересоваться. А-а-а, ну тогда вот оно в чем дело. Мы сразу вооружились кружечками. Итак, основная наша цель этого видео будет, во-первых, вскрыть все эти три адвент календаря, посмотреть, что каждый из них предлагает, ну и сделать вывод, какой из них, естественно, лучше, а какой-то полный хлам, где один сплошной повтор. И не вскрыться самим от такого количества сахара. О, да. О, да, это точно. Что ж, обязательно ставьте лайк на это видео. В конце этого видео напишите, какой из этих адвент календарей вам кажется наиболее интересным. И, конечно же, если вы уже пробовали киндер, милку или линк, напишите, какой из этих трех брендов ваш самый любимый. А мы начинаем. Что ж, я предлагаю начать с киндера. Давай с киндера, потому что это самый классический шоколад, и мне кажется, все его абсолютно знают. И насколько хорошо ты мне его расхвалила, то есть ты хочешь сказать, что это тот самый киндер, типа как с детства. Да, должен быть как с детства. И так, так, так. Будет очень интересно. Смотрите, такая вот маленькая кусочка. Супер миниатюра какая-то у нас. Да, ну мне очень нравится, как выглядит конфетка, кстати. Красиво формировано. Выглядит очень мило. И это можно положить с собой в сумочку. То есть я думала, что тут будет просто кусок шоколада. Давай ешь. Ох, ладно, походу придется мне это есть. Смотрите, как это выглядит. О, пофиг, я поняла, да. Вот так вот это выглядит. Типа прикольно, маленький брикетик шоколада. А ты открывай, давай милку и посмотрим. Я предлагаю сначала все достать, а потом это сравнить и съесть. Так, давайте, первое число. О, а вот здесь вот посмотрите, здесь уже менее продумано. Здесь просто сам кусок шоколада, как бы, ну, я считаю, что вот эта, короче, упаковка гораздо лучше. Да, потому что здесь ты вскрыла и тут же сожрала. Причем даже прям срочно. У тебя нет варианта, да. Ну что ж, придется тебе это съесть и придется нам принести тарелку, потому что да. И это в форме конька. И я сейчас буду есть конек. Давай, ешь конек, а я съем этот киндер. Блин, я его сразу захавала. Я хотела начинку показать. Киндер очень вкусный. Очень вкусный. Здесь, походу, была какая-то еще начинка, но это нереально вкусно. Он прям тает варто. Мне нравится. Киндер просто потрясающий. Он реально такой, какой был раньше. Да? Вот сюда вот будем складировать. А сейчас я предлагаю открыть линд и посмотреть, что выпало там. Я реально никогда такой шоколад не ела. Ну, во-первых, потому что я стараюсь худеть. Ха-ха-ха-ха. Тарелочку или еще чего-нибудь? Ой, это еще и белый шоколад к тому же. То есть не просто какой-то шоколад, а еще и белый. Ну-ка. Ха-ха-ха. Как в рекламе, прям. Открывай линд номер 2. Серьезно? Да. А, кстати, номер 2. Здесь большое окошечко. И здесь должно быть что-то нереально прикольное. Ммм. Это какой-то типа батончик, смотрите. Какой-то батончик карамель брауни. Ага. Во-первых, я люблю карамель. Я люблю карамельный кофе и вообще все, что связано с карамелью. Сейчас посмотрим. Это будет твое первое знакомство с линд. Да, кстати. И это можно взять с собой, да? То есть это выглядит как батончик, но мини-версия. Это прям шоколадка. Ну-ка, ну-ка. Это да, это прям шоколадка. И она выглядит, как будто бы плитка золота. Ммм. Внутри какая-то помадка. Достаточно жидкая. И еще что-то, типа воздушного риса, знаешь? Ой, класс. Я уже представляю, что это за вкус. Да-да-да. Я поняла, это, наверное, очень вкусно. И вот эта вот карамель, она немножечко в меру соленая. И в перемешку со сладким шоколадом это просто бомбически. Это очень вкусно. Это реально самый лучший шоколад, считается, да? Да. Ну, один из самых самых. Да-да-да. Ну, что, как тебе линд, как тебе линд? Мне нравится, мне нравится. Потому что это что-то, знаешь, необычное такое, не из разряда милки. Совершенно другое. Но шоколад прям вот чувствуется, что это реально шоколад. Класс. Пока, естественно, мы не можем сделать никакой вывод по этим адвентам, потому что мы только первую цифру открыли, ну и вторую. Поэтому поедем дальше. Сейчас я буду опять открывать киндер. Но почему-то мне кажется, что в киндере все шоколадки будут одинаковые. Как-то уж слишком одинаково выглядят в размерах. А мне кажется, что нет, потому что здесь есть и большие тоже. И снова выпал тот же самый шоколад. О, серьезно? Абсолютно такой же. Абсолютно такой же, только здесь у нас был этот, как там, снеговичок, а здесь у нас медведь, поэтому я даже не буду, наверное, его открывать и трогать, потому что, ну, ничего интересного нет. Типа, идея, наверное, должна была сейчас открывать киндер. Ну, я могу открыть милку второй. Ну, ты можешь открыть милку второй, да. А потом мы сваркнемся и будем делать это по очереди. Вот это всегда проблема, находить, блин, цифру. Ну, это и самая интересная ее часть, увлекательная. А вот я нашла тебе, вот второй. Серьезно? Да. И она достаточно такая плоская, потому что здесь... Это что, это мотоцикл? Че? Че за вред? Да. А в чем смысл? И, кстати, милка сразу тает, то есть, прикинь? Я вижу, да, да. Ты ее только-только взяла, она у тебя уже вся сочится. Клади ее скорее на тарелку. Короче, понятно, с милкой пока какая-то ерунда. А, посмотри, а там какие-то вкладыши или что это? Да, наверное, какие-то карточки по типу. Да, ребят, там какие-то странные карточки, но мы это распакуем уже потом, когда все оттуда вытащим. Вот, и посмотрим, что там внутри. Но мне прям не нравится то, что в ньюке нет упаковки, это не круто. Потому что если даже взять просто сразу все руки как бы в шоколаде, это не очень прикольно. И плюс ты можешь взять эту конфетку, ты не сразу поймешь, чем эта конфетка, может, не хочешь ее есть, а в упаковке хотя бы плюс-минус понятно, что ожидать. И даже угостить ты никого не сможешь, потому что ты уже помацал. Что ж, так, сейчас я буду открывать линт. И у нас номер три. Вот оно, маленькое что-то опять выпадает. Посмотрите. Ага, и опять снова маленькая такая вот конфетка. Я предполагаю, что это будет уже другой вкус. Скорее всего, это что-то молочное, но я не вижу смысла это есть, потому что не так уж интересно, потому что у нас слишком много всего. Так что просто ее кладем сюда. Не, ну мне нравится, как выглядит, то есть упаковка просто панлическая. Даже учитывая, что они все одинаковые, да, два шарика, но упаковка разного цвета и близко всему она есть хотя бы. Да, это точно. Что ж, давай посмотрим киндер номер три. Но чтобы не выпало, ты это ешь, потому что ты должна попробовать этот шоколад. Да, серьезно? Да. Сейчас, хорошо. Но я надеюсь, что здесь выпадет самый классический какой-нибудь шоколад. Троечку я нашла достаточно быстро. У тебя выпал киндер бой, она в миниатюре. Но это все равно прикольно, я люблю. Ну все, тогда ешь. Давайте посмотрим. Он реально выглядит, как маленький пласт киндера. Ага, милипусечка такая. Но мне кажется, слишком много вафлей здесь. Слишком много вафлей, да, вот в этом? Вот именно здесь. То есть, если ты когда полноразмерку ешь, это как-то все... Оно между собой распределяется. Но очень вкусно, это шоколад вкусный, мне нравится. Дальше у нас номер три от Милки. Сейчас я ее ем, потому что Милку я еще не пробовала. Интересно, что мне выпадет. Какая ерунда на этот раз? Не, ну почему ерунда? Ага, мне выпал рождественский колокольчик. Знаешь, это да, ты права, это уже не ерунда. Это хотя бы имеет отношение к Новому году отличить от мотоцикла. А я думала, это парик, знаешь, вот это как у судьи. Посмотрите, там есть начинка? Да. А это такая же была? Да, наверное. Очень вкусно. Не, Милка по качеству тоже очень классная, но проигрывает из-за упаковки. Так, что мы открываем? Номер четыре. Номер четыре этого шоколада. Я постоянно забыла. Линда, 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 название. О, полноразмерка. Смотрите, какая прикольная конфета. Слушай, выглядит очень классно. Это у тебя с ореховым сиропом, по-моему, еще, боже мой. И ты такой ела? Да. Вот, и это их обычный размер. Это их обычный размер, то есть конфет, когда покупаешь, она именно такая. Вот это вот получается ее миниатюра, а это полноразмерочка. Ну, прикольно выглядит. Угу. Дальше открываю я снова киндер. Блин, неужели в киндере все будет одинаковое? Нет, ну я не думаю, потому что у них... Да, опять бы было то же самое, что было вот в этих вот первых двух штук, только в этот раз у нас кто? Рождественский Эль. Абсолютно то же самое. Это обычная шоколадка киндер. Ну, то есть, условно, если вы любите киндер, шоколад именно, вам, конечно, будет очень вкусно. Да, это безусловно, но хотелось бы больше разнообразия. Надеюсь, оно будет. К тому же у киндера очень много разных каких-то батончиков, да, и так далее. Интересно, тут будет менять рожь шоколадного яйца? Я бы хотела. А будет рожь шоколадное яйцо? Это только мои яички, да? Блин, тут я посмотрела, тут, в принципе, некуда даже в теории яйцо положить. Нежели они не положат ни одно яйцо? Я бы так хотела яйцо. Не, ну почему? Все равно есть еще надежда. Посмотрим, выпадет яйцо или нет. Ваша цифра 4. Моя цифра 4. Милка. И это скрипочка. Слушай, а разломи я напополам, там будет белая же начинка или как? Вот так вот выглядит эта скрипка. И тоже белая начинка. Мне кажется, что и по вкусу все шоколадки и милка все одинаковые. Ну, то есть, условно, они даже не стали париться, да? Давай откроем несколько рандомных цифр. Потому что, мне кажется, там реально будут одни повторки. Есть там одни повторки, но, ребята, это будет официально самый ужасный адвент. Все то же самое будет. Просто разные формы. Какой-то поезд. Давай разломаем его. И да, абсолютно белый шоколад. Я утыкнула рандомную цифру 14. Это то же самое. То есть, просто по форме, знаешь, они решили залить в разные формочки, а сделать все то же самое. Никакой информации нет. Единственное, что здесь есть, это рисунок поезда и рисунок снеговика, у которого, очевидно, такая же белая начинка. Очень тупо, учитывая, сколько у Милки вкусов. Да, да, да. У него же до хрена вкусов. Именно у Милки и еще у Альфингуль, по-моему, много вкусов. У Милки и Соро есть и с шоколадом, там не знаю, с чем хочешь. А не могли бы и куристый какой-нибудь шоколад сюда положить, да, вот эти баблы, которые? Угу. Хочу открыть последний 24 номер, просто посмотреть, что в 24, и все, и с этим мы заканчиваем. Как показывает практика таких адвент-календарей, не нужно на 24 номер никогда надеяться. Там просто елка. Такая же елка, как вот здесь нарисована, собственно. Ну, хотя бы белый шоколад бы положили, или зеленый покрасили бы его. Мне не очень нравится, как выглядит елка сама. Вообще не круто выглядит, потому что вот, смотрите, она, ну, какая-то никакая. Уже для Милки, для такого серьезного бренда можно было и получать. Как это сделать? Кто произвел это конкретно здесь? А, ну, это в Германии еще и сделали, ну, вы ребят, шо? Нет, знаешь, что я тебе хотела, кстати, сказать, что Милка, мне кажется, только в России очень большой выбор шоколада, потому что, например, в Корее, ну, максимум 2-3 вкуса. А, да? Да. Нет, в Германии очень много выбрала. Очень много, там чего только нет, там даже какие-то клубничные орау есть вкусы, то есть они вообще такие странные там, вот их там прям мега много. Поэтому, когда я летаю в Корею, я всегда набираю много Милки, то есть именно разных вкусов, потому что там ее не найти. Милка говорила, что в Корее больше всего любят шоколадоленка, и когда приводишь им шоколадоленка, они вообще просто в восторге. О, это они всегда любят, и водка. А, ну, ах я, да, конечно. Так, ладно, ребят, шоколад Милка, с ним все понятно, мы, пожалуй, прекратим его раскрывать, потому что в киндере и в Линте хотя бы есть какие-то отличия, здесь же все то же самое, поэтому думаю, всем очевидно, что ничего интересного и смысла никакого не будет. Абсолютно. Что ж, давай продолжай открывать линт. Цифра 5. Во. Блин, ты лыжешь. Блин, вообще. О, ну, смотри, какая яркая синяя. Цвет такой красивый. Мне очень нравится. Там не будет, если яичек, вот можно это использовать как яички. Будем это использовать как яйца. Типа два яйца уже есть. Да. А это пушка. Да. Супер. Ну, смотри. Ребят, у нас тут пушка образовалась. Вы просто понимаете, да? Степень извращенности над шоколадом. Так, открываем номер шесть. Погнали, номер шесть. О, это вот этот Дед Мороз? Это уже... Или это волк? Это вообще рождественский олень, ну да, это уже полноценный шоколад. В смысле, это олень? Я думала, это медведь. Олень? Да, это олень, да-да-да-да. Ну, вот это уже прикольная штука, то есть это уже практически большая такая вот фигурка. Обычно это очень вкусный шоколад. Давай его разломаем и сидим. Давай. А интересно, он там внутри тоже полый, как... А вообще, да, полый, да? Поэтому просто предлагаю попробовать. Подожди, подожди, ты его не разламывай, давай покажем. Там как будто труп. Оно похоже на саркофаг. Какой-то похоже на саркофаг. Блин, нет, это не похоже на саркофаг. Нет, ну если бы это назвать саркофагом... Это просто дрожь. Блин. Это разочарование просто всех. Но, кстати, здесь, видишь, шоколад именно такой, который вот есть в киндере. То есть внутренность молочная, а сверху обычный шоколад. Как в яйце, да? Очень вкусно. Скажи, отличается? Отличается, отличается. Это... Знаете, вот то, что вот в детстве, когда киндера было мало, не то чтобы даже мало, а это было как праздник, да? Вот. Вот это именно тот самый вкус, не какой сейчас. Да, да, да. Почему в Германии настолько сильно отличается шоколад у киндера, как у нас? Я не понимаю этого. Нам просто два разных шоколада как будто. Это реально вот старый рецепт, а у нас какой-то новый, как будто дешевый. Угу. Может быть, у них какие-то, я не знаю, какао-бобы другие. Может, не да, молоко другое, потому что, ну, по факту, оно реально сливочное, оно очень приятно. Оно совершенно, наверное, такое, менее сладкое. Да, и оно не питорное, да? Да, 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 да. Вот я просто в восторге. Не, мне очень понравилось, вкусно. Давайте вскроем. Ну, да, ладно, ничего страшного, потому что здесь, опять же, вот эта вот ерунда была. Ну, не ерунда, просто вот эта вот миниатюрка. Вот, шесть. О, смотрите, какой большой. Мне кажется, как ты думаешь, что здесь будет? Мне кажется, это какое-то вот такое сердечко будет. Ну, то есть, тоже что-то полное. А мне кажется, типа, маленькая плитка шоколада. Давай. Ха! Вообще. А здесь Дед Мороз. Посмотрите, ребят. Дед Мороз из плитка в еды какой-то магазин, типа, как у нас Азбука вкусная. Ну, давай, евро 50 центов. Не, ну, прикольно, кстати, симпатично выглядит такая вот фигурка. И она в два раза меньше, мне кажется, чем из киндера у нас только что выходит. Да, в киндере он был вот такой вот большой, жаль, мы уже не покажем, только если упаковку сейчас достану. Ну, короче, вот упаковка киндера, вот упаковка этого Деда Мороза линта. Угу. Не, ну, супер подарок, мне очень понравился. Очень мило выглядит. И номер семь, погнали. Что-то маленькое, я уже предполагаю, что здесь будет. И, а, это буэ, на которой ты кушала. Кстати, странно, почему все еще не было, например, яйца или какого-нибудь киндер-кантри, то есть, что-то типа киндер-пингви, там целую кучу можно все было положить. Но они почему-то не радуют нас повторами. Точнее, наоборот, радуют нас повторами. Да, я вообще не понимаю. Хотя, может быть, у киндера половина продукции же, которая должна храниться в холодильнике, типа. А, а это то, что может не храниться в холодильнике, поэтому универсально. Ну, ладно. Номер восемь линта. А, номер семь линта, вот номер семь. Номер семь. Это что-то такое маленькое? А, это повторочка синего маленького шоколада. Это еще один такой вот шарик, и это у нас уже пара. А пара яиц. Это, это как-то правило, да. Это школьные шутки, пошли в чат. Не, мне больше прикалывает, знаешь, размер. То, что они у Мороза делают такие вот маленькие, на один зубок. Это очень мило выглядит, мне прям нравится. Давай дальше, киндер, ты тоже открываешь, а то у нас иначе будет, ты открываешь только линт, я киндер, поэтому каждый будет открывать по два календаря. Номер восемь. Номер восемь. И здесь точно такое же окошечко, и, соответственно, такая же конфетка. Вот, без особого разнообразия, но при этом, если учесть, что это вкусный шоколад, это не обидно. Это не так обидно, потому что шоколад реально хороший. Теперь я открываю два календарика, и у меня номер девять. Так, что же здесь такое? Оно побольше. О, это их нетленная классика. Вот эти вот золотые мишки, да, и золотые зайчики, это прям вот их чисто тема линта. Слушай, это прикольно, что здесь есть несколько, видишь, вот таких вот фигурочек. Да, разных. Ага. То есть это реально будет приятно получить в подарок такой адвент календаре, да? Да, потому что много разного, много прикольного. И медведь вот этот, кстати, в отличие от киндера уже реально выглядит как медведь, потому что у него есть текстура. То есть он не похож на... Хотя бы какой-то объем есть. Я, кстати... О, он тоже полый, но я попробую этот шоколад. Ну-ка, давай-ка я тоже. Ну, конечно, это гораздо вкуснее, чем киндер. Киндер я люблю за то, что у него такой мягкий вкус. Угу. Но там он дается именно молочным шоколадом. А здесь, мне кажется, что он и без того очень мягкий. Да. Это очень вкусный шоколад. Мне понравился. Открываем номер 10. Номер 10. Почему 10? 8 у нас еще нет. А мы уже 10 открыли. Открывай, ладно, номер 8. Восьмерочка. И снова малыш. И снова малыш. И снова вот такая вот золотая штучка. По-моему, ты такой первый, да? Это был белый шоколад, я его сам первым съел, да. Угу. Вот. И здесь у нас следующий номер девяточка. Да, вот кто их знает. А, вот это девяточка. Да-да-да. И снова эта мелкая ерундовина. Номер 10. Смотрим. Ну, зато ты будешь с собой брать сумочки. Киндер Буэна. Это будет Каролина брать сумочки. Киндер Буэна? Неинтересно. Так, вот она. Ой, маленькая опять будет. Интересно, синяя? И опять белый шоколад. Ну, ребят, ну вот это уже не прикольно. У вас же у Линта очень много вот этих вот вкусов. Их просто мега много. Даже там какой-то кокосовый мусс, пиноколада, розовый шоколад. То есть в плане с вкусом клубники. Там просто их дофигища, но почему-то попадают опять одни повторочки. Ну, это будет прикольно получить, допустим, в подарок тех, кто не особо шарит как в Линте шоколаде. Да, и опять белый. И опять белый шоколад. И тот, кто реально там, ну типа будет раз в день это кушать, потому что, да, это интересно. Его очень много, кстати, здесь попалось именно белого шоколада. Но это хорошо белый вкусный. 11. Здесь мы открываем 11-е окошечко и опять конфеточка, собственно. Номер 12. Что, она же Мунин, да? Да, мне кажется, это она же. И она же у нас снова будет. Так, дальше я беру какой номер 11 или номер 12? 12. Вот, номер 12, так, это большое. Возможно, это опять золотая штуковина. А, нет, это у нас полноразмерная, между прочим, горький шоколад. И выглядит очень красиво в черной упаковке, прям вообще класс. Да, то есть это такая вот штука классического формата, да, я так поняла? Да, это их классический формат. А здесь я открываю 13-е окошечко. И снова малыш. Это снова маленький, да. И это, видимо, специально мне так попадается, потому что мне с ногтями легче его выковырить. Красный какой-то шарик. Не знаю, что это за вкус. По-моему, красный это обычный из серии какао-шоколад. Вот, давайте откроем здесь следующее окошечко. Номер 14. И оно тоже обычное. Опять обычное. Но очень мало разнообразия. Я-то на Милк что-то нагнала, а Киндер, ну, как бы, недалеко от него ушел. Но давай сделаем скидку на то, что хотя бы здесь есть вот эти разные упаковки, да. И можно будет похоронить хотя бы подольше. С этой точки зрения, да. И дальше я открываю 15-й номер. Номер 15. Вот, я его нашла. Опять 100% будет то же самое. И да, 100% то же самое. Вы уже все прекрасно поняли. Вот оно. Просто можно, знаешь, все открыто. Уже все открыто, да, тупо, и все. Номер 15. И здесь номер 15. Вот оно. Нет, у нас номер 14. Извините. Ой, мне досталось это большое. А, и вот. Вот, смотри, какой-то выглядит этот батончик. Хоть уже что-то отличается. Это с нугой в этот раз. Да? Мне кажется, это очень вкусно. Да, шоколадная нуга. Ой, не шоколадная, хрустящая нуга. Лучит просто очень-очень однодерживающе. Так, 15-е окошко. И оно снова маленькое. Маленькая синяя штука. И опять оно синенькое. Ну, кстати, мне очень нравится оформление всех этих батончиков, разных шариков и так далее. То есть это достаточно солидно выглядит. Знаешь, что я предлагаю? Давай откроем все маленькие, которые остались. Чтобы чертям. От маленьких всех убавится. Ты давай открывай киндер, а я буду открывать линд. Давай. Вот. Прям все маленькие открываем, все их выложим, потому что хочется чего-то поинтереснее. И заодно сравним, где какое количество получилось вот этих и повторок. А, у меня, походу, все, маленькие закончились. У меня их было не так уж много. А, у меня здесь почти все это маленькое. Да, только два окошечка большие. Только знаешь, в чем фишка? Они поменяли местоположение, то есть именно вот таким вот образом. А, из-за чего этого кажется, что разное, по факту это абсолютно одно и то же. А у тебя вообще большие-то есть? Да, есть здесь одно большое. Ару, 24-ое, 6-ое было большое. И все? И все. То есть остальное все это маленькое. А ты должна даже не открывать, давай посмотрим тогда. Давай тогда уже добьем, посмотрим, что здесь в больших. Давай ты открывай большое. Так, открываю 24-ое, это последний большой. А здесь попадается либо обычная конфетка, либо же более. Ну и был тут Дед Мороз. Ну, что следовало ожидать? В принципе, это было логично. Подожди, это второй Дед Мороз из этого клиника? Нет, вот тот первый линд был. Там до этого был этот. А, это был олень. Олень, олень, олень. Вторая фигурочка. Ну, да, ну, прикольно. Ну, все-то да. Ну, как-то так, знаете, то есть все. Ну, да. Киндер, мне кажется, они могли бы поинтереснее сделать календарь. В том году, когда мы открывали календарь, там попадали еще киндеры, только которые были в этом рождественском календаре, и для этих киндеров были новогодние игрушки. То есть не положили специальные новогодние яйца с новогодними игрушками. Да, там тоже было очень много вот такой вот штучки, но там еще были вот эти яйца, и я тоже думала, что здесь, может, будут какие-то миниатюры. А давай откроем до конца. Может быть, все-таки будет яйцо размером вот с эту линду. Давай откроем. Давай тогда его просто как-нибудь вот тут вот вытащим. Кроем, да. Ты просто разрываешь этот календарь, как тузит грелку. Прикинь, а если не будет яйца, то что дальше? Блин, мне кажется, не будет яйца. Ребят, будет яйцо или не будет? Пишите сейчас прям в комментариях, как думаете, будет яйцо или не будет? Ну, мне кажется, это реально можно было бы сделать яйцо такой формы. Да? Конечно, шоколадку круглую же сделали. Они еще, короче, смотри, сделали так, чтобы нельзя было достать, они просто припаяли его буквально. Да, 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 да. Нет, мне кажется, уже не будет яйца. Не будет яйца уже, очевидно, ни одного, ни маленького яичка не положили нам. Да. А, кстати, ты ела вот такие вот конфетки, именно круглые, как яйцо? Да, они очень вкусные. Хотя бы их могли бы положить, да? Это как же они назывались, эти круглые конфеты. Ну да, они могли их положить, но они их решили не класть. Да, ребят, что-то календари какие-то такие в этом году вообще, ну, просто ужас. Ладно, давай откроем ушли до конца. Да, просто по очереди тащи любую цифру. Вообще абсолютно любую. Ну, как мне нравится, такой тащи. То есть уже рандом. Абсолютно рандом. Вот. Посмотрите, это какой-то кукис, это печенька. Да. Это печенька с кремом и выглядит прикольно. И шоколадкой. Да, прикольно выглядит. Так, я тащу. И у меня белое полноразмерное вот это у вас золотого шоколада. Прикольно. Так, давай я открою это среднее. Давай. Это номер 23. О, это выглядит круто. Это то, что ты говорила, вот это сердце, которое здесь. Да, да, выглядит очень круто. Слушай, это очень симпатично, реально. То есть если даже просто это сердечко кому-то подарить. Положить подарочек, да, в открытку это прям потрясающе красиво выглядит. Согласна полностью. Учитывая, что оно еще и вкусное. Вот, да. Так, растворяем номер 20. И снова вот такая вот штучка. А, это еще один батончик. Ага, супер. И они все разные, то есть с разными вкусами. Если учесть, что шарики бывают повторки, то вот эти вот они абсолютно разные. Это прикольно. Да. 19-е окошко я открою. И это просто вот шоколадочка, такая вот бомбочка шарик. Все. Дальше что давай достанем? Давай достанем до четвертой. Самый интересный. Да, давай. У нас как раз, как это последний. Да, это последний. Блин. Ну, а зачем? Подожди, у нас здесь что выпало до этого? И снова купон на 2,50. Можно прийти в Едуку. Ну, жаль, что мы в России. А что ты еще? Деда Мороза? Да. А, все. Вот Дед Мороз, короче, здесь был. Теперь у нас еще родительский ангел. Такой у нас получился календарь. Ага. Ну, кстати, мужик и баба, все отлично. Все как... И сердце. И сердце. И сердце, и любовь, да. Мир, любовь и жвачка. Супер. Что ж, ребят, такое видео у нас получилось. Напишите обязательно, какой календарь вам понравился больше. И посмотрите видео на канале у Ниги, который мы тоже наснимали вместе с ней. Да. И обязательно ставьте пальчик вверх. Увидимся с вами уже в новом видео. Все, пока.